Голоса из Буффало Два дня спустя после сообщения Министерства труда США о том, что за январь число безработных в Соединенных Штатах выросло еще почти на миллион человек, New York Times Magazine опубликовал необычный материал. Группа студентов и преподавателей университета штата Нью-Йорк расспросила 80 оставшихся без работы жителей полумиллионного Буффало, города, расположенного на северо-западе того же штата по соседству с Ниагарским водопадом. Почему выбор пал на Буффало? Город во многом типичный. Выросший на берегу озера Эри, где пересекаются важные водные и железнодорожные магистрали, он стал центром мукомольной промышленности. В последние годы, как и многие другие американские города, испытывал трудности. Закрывались промышленные предприятия, сокращалась занятость. Экономический кризис принес сюда безработицу, официально оцениваемую цифрой в 10,3%, что не намного выше общенационального уровня. Авторы доклада, сопровождавшего 80 интервью, объясняют, однако, что эти проценты не должны вводить в заблуждение. Общая цифра прячет действительный размах безработицы в перенаселенной центральной части города, всего рабочими кварталами, включая, где живет черное население. А у черных уровень безработицы вдвое выше, чем у белых, указывают студенты и преподаватели. Только принимая это во внимание, понимаешь всю глубину проблемы. Согласно некоторым правительственным статистическим выкладкам, в наиболее пораженных районах города безработица и полубезработица фактически составляют свыше 60% от всей рабочей силы. Эта цифра, вероятно, лучше отражает реальности Буффало, чем 10,3%. Интервью брали у разных людей, мужчин и женщин, белых и черных, годами искавших работу и еще имевших ее, но чувствовавших, что угроза приближается. Вот некоторые из высказываний этих людей. Рон Блэзек, 27 лет, и его жена Барбара, 24 года, студентка. Он. Я родился в Буффало, учился здесь, в университете, закончил факультет аэрокосмического машиностроения. Получил степень магистра. После этого обращался в 50 машиностроительных компаний с просьбой о работе. Приняли меня для беседы только в двух. Чтобы как-то продержаться, я подрабатываю на доставке мебели. Она. Рон говорит, что они там ничего не продают. За всю прошлую неделю у них был только один покупатель. Он. Я, конечно, не в восторге от перспективы принадлежать к низшей социально-экономической группе. Быть бедняком. Но что-то должно же измениться. Авторы доклада. Вскоре после этого интервью Рон потерял работу в мебельном магазине. Служащий департамента по выдаче пособий округ номер 25 графства Эри имени просил не называть. Работая тут, ясно видишь все противоречия общества. И кто беден, и по какой причине. У кого есть деньги, и откуда они взялись. Что меня удивляет, это то, что люди моего возраста, работающие в этом департаменте, так настроены против безработных. Авторы. Чем вы это объясняете? Служащий смеется. Мы же подручные капиталистов. На самом деле, мои коллеги по департаменту презирают бедняков. Они им кажутся паразитами. Энкейси, офисанка. Пятьдесят лет. Стояла в очереди за пособием по безработице. Я ничего не понимаю. Обычно работая офисанкой, можно было переходить с одного места на другое. Но сейчас все иначе. Я им говорю, что у меня 30-летний стаж, но они все равно не берут. Я везде обращалась. И теперь уже не верю, что найду место. А я хочу работать. Я люблю работать. Я б сейчас согласилась на любую работу. Понимаете? Луис Хоукинс. Бетонщик. 28 лет. Тоже из очереди за пособием. Скоро пойдет массовое воровство, гребежи и всякое такое. Люди устали. Им надоело приходить сюда и стоять в очереди. Много ли дает это пособие? Возьмем человека, получающего 50 долларов. А если у него ТРВ или четверо детей? Чтобы не видеть, как они голодают, он может заняться чем-нибудь таким. Стивен Кэллоу. Ветеран войны во Вьетнаме. Работал на фабрике по производству игрушек. Сейчас без места. Проблема Буффало не в том, что компании убегают из города и нет работы. А в том, что власти плюют на людей. Так же было во Вьетнаме. Там я был им нужен. А сейчас обо мне забыли. Привет. Все. Эйлин Стефеник. 25 лет. Бакалавр искусств. Частично занята на трех работах. Когда я была ребенком, у нас был хороший дом. С красивым двором. Я привыкл думать, что, может быть, чем-то отличаюсь от других. С бедняками мы старались не знаться. И уж во всяком случае не разговаривать с ними. Отец также относится к моему мужу. Бедный, значит, сам виноват. Но однажды, когда отцу было 47 лет, он сам потерял работу и обнаружил, что от него ничего не зависело. Как он не старался. Работы просто нет. Я никогда не думал, прежде что попаду в нынешнее положение. Особенно теперь, когда я получила диплом. Я считал, что после этого все как по волшебству образуется. Рози Вашингтон. Негритянка. 27 лет. Изработная. Живет с шестилетней дочерью. Уж это вспомоществование. Они вам дают денег, ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Поэтому вы все время хотите есть. А клерки? Они смотрят на меня так, словно это они мне платят. Если бы ей не давать, может мне больше досталось. Но вы заметьте, они все-таки хотят, чтобы мы тут были. Им нужно, чтобы кто-то был на дне. Тогда им кажется, что сами они ближе к верху. Я устала. Ох, как я устала. Чтобы я действительно хотел узнать, это что мне делать с моей жизнью. Я на грани. Дорсис Майас. Заводской рабочий. 67 лет. 7 раз терял работу. Авторы. Почему? Он. Завод каждый раз закрывался. Вот и все. Нет, я-то не рассчитываю получить работу. Я слишком стар. Такие это интервью. Не убавить, не прибавить. Таков, по соседству с Ниагарой, водопад человеческого несчастья, отчаяния, гнева. Голоса эти специально не подбирали. Их, таких в Буффало, многие тысячи. А Соединенные Штаты сегодня страна, состоящая из многих Буффало. Так что это голоса Америки. Февраль 1975 года. Глава из книги «Глядя на Америку». Автор Виталий Кубыш.